Постное поприще В том смысле, что каждый верующий человек устремляется к Богу, жаждет спасения, старается употребить некие усилия к тому, чтобы достичь этой цели. Но знаем, как обстоятельства жизни радости и скорби, повседневные труды и заботы и многие другие обстоятельства рассредотачивают наше внимание. И эта главная и основная цель, может быть и не покидая нас, уходит в какое-то отдаленное и малоразличимое духовное пространство, в какую-то мглу. Вот то же самое ведь и во всей нашей жизни происходит. Пост дает нам возможность обострить наше духовное зрение, приблизить ту самую вожделенную цель, которая отодвигается вот в эту даль, в эту мглу нашей повседневности. Если говорить обычным человеческим языком, то мысль о спасении, молитва о спасении должна во время Великого Поста стать важной частью нашей жизни. А для того, чтобы было так, нужно все остальное отодвинуть в сторону. В полной мере мы этого сделать не сможем. Мы работаем, учимся, у нас повседневные труды. Но самое важное, что, может быть, следует нам сделать и чего следует достичь, это того, чтобы мысль о подлинной цели нашей жизни, о спасении, перестала быть там, где-то за периферией нашего внимания. Давайте постараемся каждый день, который мы встречаем, сопровождать молитвой. И во время этой молитвы просить у Господа о самом главном – о прощении наших грехов. Ведь, наверное, редко мы начинаем день с этой молитвы. Вот если каждый день будет начинаться с молитвы о прощении грехов, о том, чтобы в нашем сердце ожили великие слова разбойника Божий, милостивый, «Будь ко мне грешному, будь милосердный ко мне, услышь мою молитву, помоги мне, Господи, на моем пути жизненном, который ведь должен привести меня ко спасению». И нет более другой важной цели. Никакие человеческие заботы, никакие самые великие цели, которые человек вставит в своей жизни, не сопоставимы по значению с этой основной и главной целью достижения спасения. Вот Великий пост дает нам такую возможность, как бы, ну, то, что называется, сфокусировать наше внимание на этом самом главном и на самом важном. Понятно, что никуда мы не уйдем от наших забот, никуда не уйдем от наших треволнений. Но если даже несмотря на эти заботы и треволнения, мы каждый день будем вспоминать о том, что ведь вступили в поприще Великого Поста. Ведь цель Поста не решение наших жизненных проблем, а приближение самой главной цели – спасения души. Может быть, эти мысли помогут нам быть более целеустремленными, более сосредоточенными на молитве и более сосредоточенными на самих себе. Ведь большинство того, что мы называем грехами, большими и малыми, часто происходит от отсутствия самоконтроля. Обстоятельства жизненные подхватывают нас, как поток, скорый поток реки и несет часто помимо нашей воли. Бывает так, что ни о чем другом не думаем, как только о том, чтобы удержаться в этом потоке, сохранить свое материальное благополучие, обезопасить себя от каких-то проблем, достичь чего-то, к чему мы устремляемся. И вот всему этому и посвящается большая часть нашего времени. Поэтому, если Великий пост даст нам возможность вот этот фокус нашего внимания перенести от повседневности и направить на главную цель человеческого бытия, на ту цель, в которой реализуется смысл человеческой жизни, на спасение души, на приближение к Богу, то, несомненно, многое может произойти доброго и полезного в нашей жизни. Все о том, о чем сейчас размышляем, оно кажется, в общем-то, простым, но на самом деле очень непростым. Потому что каждый настолько вовлечен в повседневность, у каждого, даже у глубоко верующего человека, в том числе и у священнослужителей, столько много других забот, которые не имеют прямого отношения к этой главной задаче, к спасению души, что, осуществляя свою деятельность и устремляясь к решению стоящих задач, забываешь о самом главном. Великий пост – это то время, когда мы мыслью своей, чувствами своими, волей своей должны вернуться к самому главному, что есть в жизни. А не может быть ничего более главного, как спасение нашей вечной души. И это важно ведь не только как залог обретения жизни вечной с Богом, но это важно и для нашей земной жизни, потому что, если будет так, то и приоритеты все наши выстроятся в правильном соотношении друг с другом. Жизнь освободится от тех мелочей, которые заслоняют наше духовное зрение и мешают нам действительно идти по единственному правильному пути в жизни, который ведет ко спасению. Великий пост – это время работы над самим собой. Великий пост – это обретение сил, благодатных сил, которые способны помочь нам идти путем спасения. И, наконец, Великий пост – это единственный способ для человека приуготовить душу свою в встрече с воскресшим Христом в день Его воскресения. И, пережив радостно тайну пасхальную, обрести новые силы к тому, чтобы с опованием на волю воскресшего Христа, на волю Божию достойно проходить свой жизненный путь. И пусть всем нам Господь поможет именно так пройти и этой дорогой Великого Поста, восходя от силы к силе и обретая то, что очень тяжело обрести вне поста. это видение подлинных целей и задач в своей жизни, это обретение духовных сил к решению этих задач, это укрепление нашей веры, это близость к самому Господу и Спасителю. И да поможет нам Господь именно так пройти Великим и Спасительным путем, который открывает перед нами Святая Четыридесятница, Великий Пост, приуготовляющий каждого из нас к встрече с воскресшим Спасителем. Аминь. В этот вечер мы по установившемуся церковному обычаю и спрашиваем друг у друга прощения. Это замечательная традиция. Казалось бы, ничего нет проще, как, ну, так вот буркнуть под нос, прости меня. А на самом деле, если мы в это слово прости вкладываем искреннее покаяние, особенно перед теми, с которыми находимся в ссоре, кого мы обидели, то это слово прости может произвести в нас очень важную духовную перемену. И потому не случайно поприще Великого Поста начинается с прощенного воскресения, вот с этого дивного богослужения, в конце которого мы просим друг у друга прощения. И, получая это прощение, делаем первый и очень важный шаг на пути ведущему к нас, к воскресшему Спасителю, ко лицезрению Его славы, светлое Христово Воскресение. Всех вас сердечно приветствую с началом Великого Поста и успрашиваю вас прощения. Кого-то, может быть, обидел, кому-то, может быть, не ответил на те вопросы, в том числе и через свои слова, обращенные к вам, которые у вас есть. И Бог его знает, что еще может сделать священнослужитель, даже помимо своей воли, в том числе и вольно или невольно, внося смятение в душу своих посомых. Если есть что-то такое, что вас в моих словах, мыслях и в иных действиях омрачило, у всех вас искренне и спрашиваю прощения. Благословите и простите меня, отцы, братья и сестры, ежесогреших делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. Аминь. Бог тебя простит, Святейший Владыка, нас прости, помолись о нас грешных и благослови нас. Бог да простит и да благословит всех вас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok